Да начнется сезон пересадок, друзья! Наступила весна, мой вяз в дуршлаге начинает, а точнее уже практически распустил, да, уже распустил практически все свои листья. Я немножко провтыкал, но все еще можно сделать пересадку. В любом случае ее нужно сделать, потому что там уже корней 100% наросло огромное количество. Также я хочу заменить ему почву, в плане того, что видите, она здесь уже очень-очень сильно загрязнена удобрениями, да, и все-таки я решил его посадить уже в этот вот горшочек. Подготовил я его, как вы видите, да, горшочек вот такой вот. Кто знает, что это за горшочек, сразу все поймет. Сюда, в этот горшочек я его буду сажать на долгое время, поэтому немножко почва также будет отличаться. Давайте сейчас начнем, начнем пересадку. Блин, смотрите, какие листики. Это же офигеть, как круто. Вот, давайте начнем пересадку. Я покажу вам, какую почву использовать для долгих пересадок, которые не будете вы трогать в течение 3-4, то и 5 лет. И покажу вообще, что нужно делать и как нужно делать для того, чтобы пересаживать вот такие вот растения на долгий срок. Смотрите, почки сейчас взорвутся уже вот буквально завтра-послезавтра. И смотрите, новая вершинка начинает расти. Вот это будет новая вершина, которая продолжит утолщать весь ствол. Что ж, давайте-давайте глянем, посмотрим, что вообще здесь можно сделать, как здесь можно все организовать. И приступим, первым делом подготовим уже почву, чтобы когда мы его сняли, отделили от акадамы, подрезали корни, сразу же была готовая почва и мы сразу же ее посадили. Приступим. Итак, если вы хотите посадить растение на долгосрочное место жительства, так скажем, да, без пересадок в течение 3-4-5 лет, то вы должны позаботиться о дренаже снизу, использовать лучше всего либо лаву, либо пемзу. Я использую оба варианта смешанные, видите. Еще тут есть маленький, видите, кусочек керамзита. Вот, все вот это дело вы должны положить в горшок на дно, вот в эти места, да, на решетке. Для чего это делается? Во-первых, это делается для того, чтобы в этих местах была повышенная проветриваемость. Потому что ни лава, ни пенза не разрушается со временем, да, как акадама. Ее не разрушают корни, потому что, к примеру, сосны, вообще, в принципе, все сосны, все хвойные, и также клёны, они очень сильно разрушают почву с помощью своих корней, да. Поэтому почва деградирует, начинает превращаться со временем, так скажем, в непригодное состояние, начинает хуже пропускать влагу, хуже пропускать воздух, и из-за этого ее свойства падают. Для того, чтобы всегда был хороший слив воды, хорошая вентиляция через отверстия для сливов, и как раз-таки кладется вот эта смесь. Давайте сейчас ее положим. Вот, ее нужно класть именно поверх стараться. Смотрите, кто-то пророс. Давайте его отложим и посадим потом. Или сразу же давайте посадим. Оп. Все. Не знаю, кто это, но пусть он будет посаженный, да, здесь. Нужно все это класть именно на сетку, просто чтобы потом это добавляло лишнего дренажа, да. Также вот этот вот оставшийся, оставшуюся горку я положу вот сюда. Должно у вас получиться что-то вот такое. Теперь отвечу, наверное, на ваш сразу вопрос, почему некоторые растения мы сажаем надолго, да, там на 3, на 4, на 5 лет, для того, чтобы он начинал образоваться мочекоми. У меня, кстати, есть видео по этому поводу. Если хотите, вы можете посмотреть его, и вы поймете, что это такое. Но вообще, в принципе, если коротко, это характер, который приобретает растение при долгом нахождении в горшке, да. Поэтому как раз-таки вот это все и делается для того, чтобы хорошая была циркуляция воды и воздуха в горшке. Ну, а теперь перейдем уже к наполнению горшка, да, какая вот именно почва. В принципе, здесь ничего не меняется. Буду использовать средний размер Акадамы, средний размер Киризуны. Конечно же, будут попадаться маленькие фракции также, но буду стараться отбирать среднюю фракцию. И сейчас маленьким слоем насыпаем сначала Киризуну снизу, потому что это также камешек, и он также позволит сделать небольшой дренаж, да. Давайте вот, смотрите. Сейчас я открою пакетик, точнее, бак с Киризуной. Вот, просто насыпаем ее снизу. Таким образом мы также создаем питание снизу, во-первых, да. Как раз-таки всегда корни растут вниз, и из-за этого питание будет снизу. И плюс дополнительный дренаж, видите. И теперь уже сыпем Акадаму из-за среднего размера. Но, видите, вот здесь у меня есть и мелкий размер. Старайтесь не особо сильно трогать все это дело, потому что... Смотрите, кстати, корешок попался. Первый корешок в Акадаме. Вот. Старайтесь не особо все это дело, так скажем, трогать, давить, чтобы вот эта вот насыпка из керамзита, ой, из керамзита, лавы и пензы не сдвинулась. Окей. Видите, более-менее все здесь насыпал. В углы тоже насыпал. И давайте сейчас приступим уже именно к освобождению растения из горшка. Далее я добавлю уже 70-30 и посадим уже сюда наш вяз. Первым делом нужно вот эти вот проволоку, да, которая держит растение, ее снять, отщипнуть с помощью щипчиков, да. Снял я из дуршлака. Вот так выглядит вяз. Видите, он довольно-таки неплохо дал корней, нарастил. Можно сказать, что даже слишком много нарастил, потому что, видите, вот это все, вот это вот корни. Видите. Ну что ж, давайте приступим. С помощью вот таких грабелек. Кумаде. Я делал викторину в Телеграме, как раз-таки по названиям. Многие угадали правильно. Начинаем убирать, во-первых, все вот это вот удобрение. Весь верхний слой, который можно потом в обычные растения, домашние, да, закидывать вот эти вот переработанные уже удобрения, потому что они также полезны. Вот я, в принципе, это всегда делаю, что вот переработанные растения выкидываю другим растениям. Все равно в любом случае там что-то остается, и другим растениям также это полезно. А нашим бонсай это уже не нужно, поэтому, в принципе, это переработанный материал, который можно использовать для других растений, менее прихотливых. наросло очень большое количество, наверное, вы сами видите, корней, именно тонких, которые нам и нужны. Вот посмотрите просто, да. Это все, это тонкие корни, которые наросли. Это на самом деле очень хорошо. Сейчас надо все вот это снять аккуратно. Благо, что, видите, когда в Акадаме все вы выращиваете, то пересадка это одно удовольствие, потому что просто даже вот тыкая палочкой из корней все вываливается само по себе и не создает никаких проблем. корни не рвутся, корни не ломаются. И, в принципе, пересадка это одно удовольствие. Видите, даже вот так вот просто потряхивая, вы можете уже спокойно растения высвобождать от Акадама. Давайте сейчас я за кадром сделаю, чтобы вам уже не показывать всего этого процесса. Просто сейчас я все, всю корневую систему освобожу от Акадамы и покажу вам уже результат без почвы. Далее подрежем и уже будем сажать. На что я хочу обратить внимание, смотрите, Акадама практически не деградировала. Она вся полностью твердая, все такая же гранулированная. Ее просто просушиваете, просеиваете и можно использовать заново. Вот такая вот корневая система. Корней наросло реально много. Как вы видите, они практически все мелкие. Вот тут вот есть, правда, некоторые толстые, но сейчас я их всех обрежу и уже покажу вам результат. Практически мы сейчас это будем уже сажать. Растение... Ой, блин, оно чуть не упало. Практически я готов к посадке этого растения, да. И осталось только подрезать. Вот видите, тут есть кое-какие черные, видите, толстые корни, которые надо удалить, но в принципе я очень доволен результатом. Видите, оно нарастило огромную мочалку, которая состоит полностью, практически вся, наверное, 95% из всасывающих корней. Это здорово. Сейчас я отрежу толстые корни. В результате покажу вам, что я отрезал и покажу, какая корневая система осталась. Появилась здесь вот такая вот обрезка, да. И тут еще кое-где я также отрезал корней. Видите, вот тут. Все, что я отрезал, оно вот тут. Видите, это довольно-таки толстые корни. Ну-ка сейчас наведется, не наведется. Довольно-таки толстые корни, которые абсолютно не нужны. Видите, вот тут тоже. Вот это все корни, которые можно выкинуть. Они не нужны абсолютно. Давайте сейчас я их выкину и приступим к посадке. Приготовил я Акадаму средней фракции вместе с Киризуном. Видите, довольно-таки большая фракция. Это вот даже берем просто, если. Гранулы, видите, они все, какую не возьмешь, они довольно-таки большие. Сейчас вам какую-нибудь Киризунинку покажу. Видите, они все большие. И сейчас, давайте пока ее отложим. Берем, видите, вот Акадаму. Берем растение. Сейчас я его правильно посажу, так скажем, да. Выберу ему угол наклона, середину. Закреплю с помощью вот этих проволок, да, крест-накрест. Затяну вот такими вот клещами и покажу вам результат. А далее уже приступим именно к засыпанию вот этой Акадамы. Именно вот сюда. Произошла у меня одна проблемка. Тонкая проволока, которую я всегда пытаюсь использовать для закрепления. И всегда одно и то же происходит. Блин, она обрывается при вот закручивании, да. Порвалась и пришлось вот использовать, как всегда, такую серебряную, да, большего сечения или диаметра, да. Мне один из подписчиков написал, я, что я неправильно называю, да, калибр называю, но, к сожалению, так привык, да. Смотрите, более-менее он закрепился. Видите, растение, тут еда закрепился, он уже держится. Точнее, можно его держать, видите, как угодно. При том, как лопнула проволока, у меня все перемешалось. Мне пришлось снова просеивать, снова распределять лаву и пемзу на сеточки, снова засыпать и так далее. Поэтому давайте сейчас уже не будем, так скажем, тормозить и начнем засыпать все средней акадамой. Видите, вот фракции довольно-таки крупной. Вообще, это средняя, но здесь встречается и также мелкая акадама с киризуной, да. Она также будет позволять лишнее время создавать большую дренажность и большую аэрацию грунта. Поэтому, если вы надолго собираетесь пересаживать, то лучше всего подойдет фракция средняя или даже крупная. Крупная можете класть на дно, если у вас нет, к примеру, вот той же лавы. Если у вас есть лава, то всегда советую класть на дно лаву, если у вас существуют планы долго не пересаживать растения, как у меня, к примеру. Видите? Видите, сейчас я протолкну между корешков всю вот эту акадаму. Вот этот корешок попытаюсь спрятать под акадамой. И уже приступим к финальному этапу, так скажем, да. Распределение акадамы. Это будет размер шохин, как раз таки, чтобы добавить еще немножко удержания влаги. Сейчас осталось совсем чуть-чуть смеси средней. И уже приступим к добавлению размера шохин. Сверху буквально, может быть, 5 миллиметров будет вот такая вот бутылочка. У меня есть шохин размером. Будем насыпать потихоньку, видите. Просто сверху. Тем самым, создавая дополнительную влажность. Видите, она совсем-совсем маленькая. По сравнению вот с акадамой средней, мелкий размер очень отличается. Для тех, кто сомневается, какую акадаму брать, всегда отталкиваетесь от того, какого размера ваше растение. Если ваше растение меньше 25 сантиметров, то используйте всегда шохин размер. Если оно 25 сантиметров или больше, то среднюю. Если уже больше 50 сантиметров, то берите большой, большой размер. Акадамы. Видите, вот так постепенно насыпая, совсем по чуть-чуть. А далее буквально чуть-чуть, просто вот так вот рукой прижимая, можно очень хорошо распределять акадаму. Это, опять же, переработанная акадама. Я ее буквально чуть-чуть просеял. Поэтому в ней еще остались некоторые кусочки мха, там кусочки корней и так далее. Но это, в принципе, не проблема, потому что это все можно вынуть потом уже механически, так скажем. Видите, практически все вынимается механически. И так же это все будет разлагаться в результате и исчезнет. Вот, но в основном вот как раз-таки маленькая акадама используется для удержания влаги, чтобы максимально можно было задержать влагу в почве, чтобы она не просыхала быстрее. Остались какие-то маленькие листики, которые не очень хотелось бы, чтобы были, но что поделать. Также какие-то кусочки. А когда мы остались? Вот видите, практически-практически я уже закончил. Никогда не сажайте так, чтобы у вас почва выходила за пределы горшка. Где заканчивается горшок? Там должна заканчиваться почва. Никогда не делайте горок. Горки не нужны. Горки это неправильно. Конечно же, если это только у вас совсем уж какой-то не исключительный случай, да, который там, к примеру, слишком много корней, которые вы сейчас не можете удалить, и из-за этого их нужно присыпать, чтобы растение не погибло. Тогда да, тогда вы можете оставлять горки. Но если у вас растение более-менее адекватно выглядит, у него хорошая корневая система, то нужно всегда стараться не выходить за пределы горшка. Видите, вот как у меня сейчас вот это вот все, что выходит, по идее надо либо еще как бы вот так утрамбовать, либо же убрать, потому что оно не нужно. Ну и в принципе все. Сейчас я начну поливать все это дело. И, наверное, видео подойдет к концу. Вы поняли, да, примерно, как надо делать? Насыпаете на сетку дренажных отверстий лаву плюс пензу, или просто лаву, или только пензу. Засыпаете кирюзуны чуть-чуть, потом засыпаете чуть-чуть акадамы, и уже потом сверху сыпите средний размер акадамы с кирио. А потом буквально вот, ну вы сами видели, что буквально там 5 миллиметров я насыпал размера шухин, чтобы задерживалась влага. В результате мы получаем вот такое растение. Сейчас я его поверну. Не лицевой стороной его вам показываю. Взял другой стороной. Вот лицевая сторона. К сожалению, веточки с того места, с которого надо было, не вышло. Продолжу также изгибать ствол и делать его более таким правильным, что ли. Да, изгиб вот этот. Буду его вниз пытаться изгибать. Но пока что я доволен результатом. В принципе, как вы видите, все с растением хорошо. Она здорова. Пускает везде почки. Весна началась. Давайте сейчас я его полью. И мы уже с вами попрощаемся. Начинаем поливать. Первый полив всегда нужен. Нужно делать очень хорошо, чтобы вся пыль из-за кодама вышла. Смылась, так скажем. Таким образом корням будет легче расти. Всем спасибо. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова